Доброе утро, мои хорошие! Доброе, солнечное, теплое, майское утро! Я каждый раз говорю, слушайте, как щебечут птицы. Утро начинается с пения птиц. Так, деживю, по-моему, я вам это говорила. По-моему, я вам это говорила. Я пока блаженствую на даче, пока у меня внуков еще не привезли. Я здесь привожу порядок. Все. А порядок, я не знаю, поддерживать на таком участке достаточно сложно. Я еще не посадила огурчики. Землю я еще не подготовила. Сейчас возьму свой мутокультиватор. Он мне будет опять в действии. Спошу в маленькую грядочку и посажу огурчики. Уже очень много-много лет я покупаю здесь у бабулечек, у одних и тех же, рассаду огурчиков, каких-то там цветочков. Поддерживаю таким образом их жизненный уровень. И им приятно. И мне не заморочно сажать вот эти огурцы, перевозить их из Москвы сюда. В общем, делаю приятное своим бабулечкам. Поэтому долго сейчас с вами не будем разговаривать. Идем сажать огурцы. Чем бы вас сегодня порадовать? Ну, цветником. Конечно же, цветником. Сейчас я вам покажу свой цветник. И вообще хочу вас порадовать своими дачными влогами. А их снимать можно бесконечно. Потому что каждый новый день. Это действительно новый день. На даче встаешь. Тут здесь нужно поделать что-то, тут там что-то нужно поделать. Вот. Я сегодня в легкой тунике, которую мне подарила моя приятельница на 8 марта. И она меня наверняка смотрит. Ей будет приятно, что вот такая легкая бабочки, такая летящая. Ну, все, мои хорошие. Побежали. Побежали работать. Вот, посмотрите, великолепный рассад огурцов, которые бабулечки продают по 20 рублей. Ну, за штуку. И никогда я не расстроилась, что какие-то плохие там огурцы. И сорняк уже здесь. Так что, повторюсь, им хорошо. И мне не заморочно. Вот небольшая грядочка у меня под огурчики будет. Совсем небольшая грядочка. Правда, честно, перевернула лопатой, чтобы легче было культиватору. Ну, и сейчас поработаю немножечко с культиватором. Очень люблю. Могу об этом говорить бесконечно. Очень люблю свою вот именно эту технику. Хундай. Замечательно, сказала я. Меня это вполне устраивает. Что я дальше делаю? Что я дальше делаю? Я сделала вот такую траншейку. И в середину уложу скошенную траву. И потом закопаю эту траншейку. Для чего? Чтобы теплой была грядка. Я ее не под низ, кладу скошенную траву, а кладу ее в середину. Тогда огурчики не горят. И тепло расходится и направо, и налево. Так что, продолжаю дальше работать. Вот, посмотрите, для огурчиков у меня уже приготовлено. Вот эта трава, которая начала уже давать тепло. Пахнет навозом. Правда, со мной не вяжется. Потому что я обожаю запах навоза. Может, я в прошлой жизни была крестьянкой. А может быть, это память, детская память. Когда я была в Украине, в городе Донецке, у бабушки, у папы, у двоюродной сестры, у тетки все лето. Ну, скорее всего, это так. Все родом из детства. Скорее всего, это воспоминания о том родном доме. Так немножечко грустное отступление. Ну, ладненько. Пойду укладывать все это, все это добро в грядочки. Вот так я быстро расправилась и управилась с огурчиками. Вышла немножечко передохнуть. Потому что наступает уже жара, и я прячусь в тенечек. На самом деле, я никого не хочу ничем удивить. Вот так вот я то картошку сажаю в пакеты, да, то огурцы, считайте, 30 мая. Это я еще рано посадила. Было время, когда я сажала огурцы, чуть ли прям не 10-15 июня. Ну, в силу того, что у меня сыро, и как-то... И никогда было. Все равно все догоняла, все равно все успевала вырасти, созреть и порадовать поражаем. А сейчас я хочу вам показать свою клумбу. А это даже не клумба. Похоже, это альпийская горка. Ну, на самом деле, что такое альпийская горка? Просто склад камней. И между ними растения. Или наоборот, цветочки, цветочки, а между ними камни. Вот и все, альпийская горка названа. Немножко передохну. И пойдемте с вами работать дальше. А так уже не хочется сесть в гамак. Гамак у нас порвался. У нас висел гамак лет, наверное, 10. И я отвлекаюсь, потому что они так поют звонко. Они так поют звонко. Я просто отдыхаю. А вот там сорока. Сорока приносит на хвосте. Что там она приносит? На хвосте приносит. Сорока на хвосте принесла какую-то весть. Короче, скоро у меня в дочке день рождения. И это самая хорошая весть. И это самая хорошая весть. Я сегодня занялась еще одной клумбочкой. Сыро-сыро. В общем, выкапываю. Выкопала. Честно говоря, не знаю, как они называются. Мне очень нравятся вот эти вот растения. Каменные розы. Быстро размножаются. Но я их реально выкопала опять из воды. Вон везде у меня выкопана земля. И мою любимую подстилку. Вот она, она из леса. Я ее повыше сейчас сделаю. Посажу. Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С этой стороны тоже нужно доделать, а это другой сорт, но не знаю, как называется. Вроде говорят, что каменные розы. Ну, это тоже в таком состоянии плачевном. Здесь вообще такая земля уже слежавшаяся. Поэтому, наверное, я это буду сделать сегодня. А птицы-то как поют, слышите? А птицы как поют? В общем, я это буду делать, скорее всего, сегодня. Ну, раз взялась за клумбу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, не стало вас утомлять. Долгим компаниям, бесконечно можно смотреть, как работают люди. А теперь я покажу, что у меня получилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, и настало время показать, что же у меня такое здесь за сооружение. Интересное, правда? Сейчас я вам со всех сторон покажу. Опять Сойка или Сорока поёт. Здесь просто собраны кирпичи. Уложены кирпичи, ну, в таком хаотичном порядке. Потом я взяла такую мешковину, как половую тряпку, окунула её в раствор цементного песка, ну, цемента, да, и просто вот так вот накрыла всё, прижала. Вот так вот, если послушать. Вот, звук слышно. Это просто цементная тряпка. И аккуратненько всё это вот так вот накрыла. Потом побрызгала из баллончиков. Мы с внуками, с Максимом и с Олечкой брызгали из баллончика. И потом наклеивали божьи коровки, различные вот такие вот камушки. В общем, каких-то бабочек мы здесь с Олечкой клеили. Видно, да? Вот они такие бабочки. С Алиэкспресс заказывала. Вот ещё. Вот эти вот цветочки мы делали из гипса. Раскрашивали. Ну, это ещё различные бабочки. Немножечко здесь отлетело. Ну, пора уже подреставрировать. Ну, а здесь я ещё не убиралась, не прибиралась. Нет времени совсем убраться. Ну, здесь я какую-то там избитых тарелок что-то такую выложила. Здесь разбитая чашка. Видите, он кота. Ай, вот она на кружке. Вот здесь была кружка разбитого кота. Вот. Видно, да? Здесь тоже от плитки осталось, фикс-прайсовские тарелочки. Я просто укладывала на цемент. Здесь вот видно. Так что вот такая скала детская у нас стоит на участке. Её делали бы два года назад. Ну, а на этом сегодня всё, мои хорошие. Правда, понравилось? Я надеюсь, вот под таким маленьким уголочком я вас ещё проведу. Обязательно. У меня очень много интересных и уютных уголочков. Всего вам хорошего. До новых встреч. До новых весёлых, хороших... Весь... Заболталась. Я просто устала сегодня. До новых весёлых, интересных видео. С вами была Любовь. Да. И мой канал Next Station. И каждый новый ролик, это как следующая станция. До следующей станции, мои хорошие. Подписывайтесь. Не забывайте включать тот самый колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»